Здравствуйте всем! Меня зовут Гитана. Сегодня я веду наш класс. Я мама троих детей, которые теперь уже тоже умеют пользоваться эфирными маслами. В веру своих детских способностей. Я в компании Дотера уже четвертый год. До этого у меня был еще как бы небольшой опыт. И, наверное, сразу расскажу, почему я все это начала, почему мне понравилось пользоваться эфирными маслами. У меня был замечательный опыт с маслом чайного дерева. С него у нас все началось. Мы его использовали при простудах, для полоскания горла. Мы очень много его использовали на самом деле. Но самое потрясающее было, когда масло чайного дерева помогло мне, когда во время беременности меня очень мучила молочница. Вот, наверное, это вот был как раз тот момент, когда я очень хорошо поняла, что эфирные масла действительно работают, что они такие же сильные и, может быть, даже еще сильнее. И я еще обо всем этом скажу, что они еще и безопаснее, чем разнообразные другие традиционные средства, чем обычно мы привыкли лечиться. И вот с тех пор пошло мое знакомство с эфирными маслами. У меня их стало появляться все больше и больше. И я уверена, что будет появляться еще больше и больше, потому что я просто в них влюблена, потому что я уже испробовала на себе, на своих близких, и не один раз их силу. И сегодня я хочу рассказать вам об этих эфирных маслах, наших маслах. Конкретно буду говорить про масла компании Дотера. И цель нашего класса сегодня – рассказать три замечательных, удивительных факта об эфирных маслах, рассказать вам три способа использования эфирных масел, и потом еще расскажу, как приобрести эфирные масла для своего дома с наибольшей пользой. Первый удивительный факт об эфирных маслах – это то, что они стопроцентно натуральны и безопасны. Эфирные масла – это вытяжки из растений с изумительной пользой для здоровья. В них нет никаких примесей, и сохранена их натуральная форма. Это чистые природные масла, не имеющие побочных эффектов и не вызывающие привыкания. Они безопасны для младенцев, детей, взрослых и пожилых людей. Чистое эфирное масло в 50, а то и в 70 раз сильнее, чем травы, чем то сырье, из которых оно изготовлено. Только представьте, одна капля масла перечной мяты – это как 28 чашек хорошо заваренного мятного чая. Вот представьте, насколько они мощные, эфирные масла. И сейчас, для того, чтобы вы могли понять, на себе ощутить, насколько они сильны, я вам приведу пример вот с этим самым как раз маслом перечной мяты. Если у вас есть пробнички масла мяты перечной, вот у меня вот здесь пузыречек такой, мы его открываем. Сразу скажу очень важные правила. Два самых главных правила использования эфирных масел. Мы не закапываем эфирные масла в уши, в глаза, в нос и не наносим их на слизистую оболочку. Если же такое случилось, используйте фракционированное кокосовое масло. Нанесите его прямо на пораженные места. Если вы там нанесли, на руку чувствуется ржение. И нанесли, да, вот, Ирина, спасибо, как раз вот такое кокосовое масло. Протереть надо не водой, от воды будет только еще хуже. Маслом можно использовать другое масло. Оливковое, миндальное, жужуба. Вот какое-то базовое жирное масло. Мы используем кокосовое. Протереть это место, куда попало масло. И все пройдет, быстро пройдет. Почему мы используем кокосовое? Потому что оно особенно хорошо для кожи. Оно быстро впитывается и не оставляет взять на одежде. А теперь мы вот возьмем этот вот пузырек, вот так вот на пальчик, перевернем и нанесем на верхнее небо в себя. Вот так. Нанесем, почувствуем, как хорошо становится, как приятно. На самом деле, кто не почувствовал, кто не попробовал, очень такая свежесть. И этот способ часто используют, когда надо открыть дыхательные пути, там если насморк или что-то, или вдруг при аллергии, например. Вот такой способ поможет нам, облегчит нам дыхание. Потому что открывается все. Вот я прямо чувствую. И нос, и уши, все открывается. Да. Это эффект потрясающий. Еще один способ. Это можно вот так же капнуть маслица на ладошки. На ладошку себе капнуть. В ладошках растереть и понюхать. Так вот сделать ручки домиком. И вдохнуть. Расскажите мне, кто-нибудь пробует, как у нас впечатление. Потрясающее впечатление. Очень освежает, бодрит, придает сил. И, кстати говоря, еще помогает очень хорошо использовать это масло перед выступлениями. Вот как я сегодня перед вами выступаю. Это для уверенности в себе, для бодрости. Так, хорошо. Вот мы попробовали с вами масло, перечные мяты. Все масла дотеры имеют стандарт CPTG. Это расшифровывается как особо чистые сертифицированные масла терапевтического класса. Особо чистые, потому что там нет синтетических наполнителей. И они свободны от патогенных организмов. Сырье для этих масел выращивается без использования пестицидов, нитратов и выращивается именно в тех частях мира, где терапевтические качества этого растения проявляются наилучшим образом. Масла такого уровня являются прекрасными помощниками в решении многочисленных проблем с нашим здоровьем. Итак, первый замечательный факт в эфирных маслах – это то, что они стопроцентно натуральны и безопасны. Второй замечательный факт – удивительный, замечательный, неудивительный и замечательный – это то, что масла более эффективны, эфирные масла более эффективны, чем другие современные средства оздоровления. Если среди присутствующих есть работники медицинской отрасли, медработники, им может показаться очень примитивным то, что я сейчас расскажу. Ну, большинство из нас здесь не имеет медицинского образования, и я постараюсь объяснить очень просто, чтобы было понятно. Представим, что мой кулак, вот такой вот мой кулачок, это наша клетка, клетка нашего организма. И мы знаем, что мембраны клеток состоят из липидов. Эти мембраны защищают и охраняют клетку, как стражники на входе. Повредить клетку могут бактерии и вирусы. Бактерии живут снаружи клетки, они не могут проникнуть внутрь, а вот вирусы, они имеют возможность проникать внутрь клетки. Запомните, да? Бактерии находятся снаружи, вирусы проникают внутрь. И теперь, допустим, вы пришли к доктору с бактериальной инфекцией. Что он вам порекомендует? Он вам порекомендует, конечно, антибиотики. И после принятия курса антибиотиков в течение семи дней, даже десяти, инфекция, как правило, проходит. Но это не проходит бесследно. Антибиотики негативно повлияют на нашу иммунную систему, так как нарушится кишечная флора. Это ни для кого не секрет. Если же вы пришли с вирусной инфекцией, доктор пропишет вам обильное питье и постельный режим. Может прописать противовирусный препарат. Но дело в том, что противовирусные препараты являются водорастворимыми синтетическими веществами. И они не могут пройти через липидный барьер нашей клеточной мембраны. Они не могут внутрь клеточки пройти. А эфирные масла это могут сделать. Потому что их молекулы состоят из липидов. Они работают на клеточном уровне и не вызывают побочных эффектов и привыкания не вызывают. Поэтому они более эффективны, чем другие современные подходы к уходу за здоровьем. Хорошим примером тут будет смесь Унгарт. Эта смесь, вот видно и на картинке, на слайде, да, способствует здоровой функции иммунной системы, помогает, поддерживает нашу иммунную систему, успокаивает больное горло и является отличным дезинфикантом. Можно дезинфицировать ручки, дезинфицировать поверхности. И в наше время это очень важно, особо важно. Итак, второй замечательный факт в эфирных маслах это то, что они более эффективны, чем другие современные подходы к уходу за здоровьем. Третий замечательный факт в эфирных маслах это то, что лечение эфирными маслами дешевле, чем медицинскими препаратами. Позвольте объяснить. В некоторых странах обслуживание, медицинское обслуживание все-таки еще пока бесплатное. В некоторых странах я знаю, что приходится платить. Кто-то платит за страховку, кто-то за визит к доктору. Но за лекарства платить приходится всем, во всех странах. Я, наверное, не буду спрашивать, сколько стоит у вас страховка, сколько стоит визит к доктору и сколько в вашей стране стоят антибиотики. Я приведу пример из нашей жизни, когда мы вот теперь уже пользуемся эфирными маслами. Например, если в нашей семье у кого-то воспалилось ухо, мы растираем его, вот за ушком растираем маслом лаванды и чайного дерева. Две капельки лаванды, две капельки чайного дерева. На следующее утро, как правило, ухо в порядке. Если перед сном начало болеть, помазали перед сном, помазали утром, но утром уже, как правило, уже не болит. Такой метод, такое лечение нам стоит 64 цента, отчитывали. Сколько бы вам не стоила страховка ваша и сколько бы не стоило рецепт, это будет в любом случае дороже, чем вот такой вот наш метод. Кроме того, вы потратите деньги на топливо, чтобы доехать до врача, доехать до аптеки. Вы потратите время в дороге и в очереди, и может даже вам придется взять отгул на работе, чтобы посетить доктора. То есть вы потеряете доход, отсутствуя на работе. Кроме того, примите во внимание, что антибиотики расстроят вашу кишечную флору, и нужно будет вдобавок покупать пробиотики, чтобы ее восстанавливать. Вы можете сами подсчитать, какая получится разница в деньгах, если вы применяете эфирные масла, и если вы используете традиционное лечение. Например, еще пример с лавандой, про которую я уже говорила. Лаванда успокаивает воздражение на коже. Лаванда успокаивает кожу после ожога. Прекрасное средство. Она успокаивает нашу нервную систему, и плюс ко всему является природным антигистамином. То есть помогает нам, когда вот у кого есть какие-то аллергические реакции, помогает, облегчает симптомы. Таким образом, эфирные масла позволяют нам сэкономить крупную сумму денег каждый год. Вы просто не можете позволить себе не использовать эфирные масла и продолжать покупать то, что в общем-то, то без чего можно обойтись, скажем так, использовать эфирные масла. И это наш третий замечательный факт об эфирных маслах. Так, следующий слайд можно. Мы будем разговаривать о трех способах использования эфирных масел. Самый известный, самый популярный способ это ароматический. Попробуйте зажать свой нос двумя пальцами вот тут вот переносится, чуть-чуть повыше переносится. Вот прямо под пальчиками у нас находится обонятельный нерв. Этот нерв посылает сообщение в наш мозг, в лимбическую систему, которая, в свою очередь, рассылает сообщение по всему телу. Иногда люди не верят, когда я говорю, что эфирные масла могут повлиять на наше тело, даже когда мы просто нюхаем их. И я приведу такой пример. Когда человек оказывается в больнице и нужно делать операцию, как делается анестезия? Правильно, они не дают таблетку, не делают укола, просто-напросто просят вас подышать через маску и сосчитать до десяти. Когда вы вдыхаете эти синтетические компоненты через маску, ваша обонятельная система посылает мощные сигналы в мозг с завидной скоростью. Большинство из нас отключается, даже не досчитав до десяти. Это самый быстрый способ коммуникации с мозгом через обонятельный наш нерв. И то же самое происходит с эфирными маслами, когда мы их вдыхаем. Они также посылают мощные сигналы в мозг через обонятельный нерв и также по всему телу. И это происходит очень быстро, в течение 30 секунд. И есть несколько способов, как можно ароматически использовать эфирное масло. Вот как мы с рук вдыхали сегодня. Можно использовать в диффузоре или можно прямо из бутылочки взять и понюхать. Давайте мы понюхаем с вами масло лимона, может быть, мы понюхаем, или апельсина, у кого что есть. Такие бодрящие, в такое осеннее время года, не знаю, как у вас, в такое время суток, у нас уже темно, солнышка, я думаю, не хватает всем в конце ноября, уже начало декабря на носу. Вот, и солнечные такие ароматы лимона, апельсина. Вот так вот, если понюхать, они прямо так вот поднимают настроение, бодрят, придают оптимизма. Куда-то там такие всякие серые настроения, депрессивные, уходят в сторонку. Итак, это был первый наш способ использования эфирных масел ароматически. Второй способ. Это наружный. То есть мы можем наносить эфирные масла на кожу. Детям и пожилым людям, людям с чувствительной кожей, рекомендуем разводить эфирное масло. В том же самом кокосовом, как показывала вот сегодня уже Ирина, может быть, другое масло, может быть, оливковое, может быть, тоже и миндальное, может быть, для того, чтобы не было раздражения. И, кроме того, эфирные масла – это летучие соединения, и жирное масло замедляет процесс испарения эфирных масел. Очень хорошо наносить масло на затылок, на точки пульса, можно наносить где-то, можно наносить на стопы, на ногах, там очень большие поры кожи, и эфирное масло тогда очень быстро попадает в кровиток. Это вот самые популярные места, куда обычно наносят эфирные масла. Хочу вас спросить, как вы думаете, при каких проблемах со здоровьем лучше использовать эфирные масла на коже, локально? Кто-нибудь мне приведет такой пример, свои соображения? Откройте микрофончик и скажите. Никто не хочет сказать. Ладно, скажу я. При простуде. Вот, спасибо. При простуде, да, можно нанести на грудь, можно где-то около носа нанести. Я потом попозже расскажу про смесь очень хорошую, которую мы используем при простуде. Можно, как я уже говорила, лаванду использовать при каких-то порезах, при ожогах очень хорошо. В этом случае именно надо наносить на кожу. Если мы будем нюхать лаванду, от ожога это точно не поможет. много всяких случаев, когда можно использовать на кожу эфирные масла. А мы сейчас перейдем к третьему способу, и это использование эфирных масел внутренне. Сразу скажу, что мы сейчас, еще раз скажу, подчеркну, что мы сейчас говорим об эфирных маслах Дотера, потому что ее масла, как я уже говорила, стандарты CPTG, сертифицированные, это прошифровывается, как сертифицированные, особо чистые масла терапевтического класса. И они безопасны и рекомендованы и для принятия внутрь тоже, не только для наружного применения. Их можно применять безопасно внутрь, чего не скажешь о маслах многих других компаний, производящих, продающих эфирные масла. Можно капнуть капельку масла в стакан с водой. Очень хорошая привычка, по утрам, я думаю, многие пьют чай, не чай, воду с лимоном перед завтраком, да, перед завтраком кружечку капнуть. У меня уже его почти не осталось. О, капнула. Пару капелек масла с лимоном и выпить. Некоторые масла хорошо капнут под язык, как, например, масло лазана. Вот я сейчас и выпью немножко. И еще можно их использовать пить внутрь, капнуть в капсулу. Есть у нас капсулы, да, вот спасибо, капсулы. Капаем маслице внутрь и глотаем, как обычные капсулки. Да, вот они такие красивые. Ну, еще один вопрос у меня к вам. Как вы думаете, при каких проблемах со здоровьем лучше использовать эфирные масла внутрь? Я думаю, что при проблемах со стороны желудочно-кишечного тракта. Да, очень хорошо. Как раз тоже есть и смесь есть очень хорошая, про которую тоже расскажу. Когда какие-то проблемы в желудочно-кишечном тракте можно наносить и наружно, а можно выпить внутрь. Самое главное, чтобы на этикетке или вы посмотрите, когда чтобы на нем была индикация вот этой буковки I, то есть можно ingest, потому что не все, конечно, масла можно применить. Да, вот у нас на слайде как раз очень хорошо обозначено ароматически стоит буковка A, A, да, наружно буковка T, это топ, да, топ получается и если их можно применять внутрь, будет стоять буковка I. Это в каталоге у нас указано, указано много где, то есть это хорошие подсказки всегда, чтобы знать, какое масло можно внутрь, какое только ароматически, которое можно на кожу и многие масла можно и так, и так, и так, всеми тремя способами использовать. Так, хорошо, давайте, наверное, перейдем к следующему слайду, я вам расскажу о самых популярных маслах нашей компании. Вот наш лимончик, про который я уже говорила, он способствует детоксикации организма, используется как средство для поддержания чистоты в доме, можно все это мыть, полы там, полочки, все это, вот это самое, то, что мы сейчас делали, то, что я показывала, в стакан с водой пару капелек лимона, это идет как детоксикация организма, да, и ощелачивание одновременно, вы, я думаю, все это не знаете. Следующее масло это франкинсенс, по-литовски ладан, ой, по-русски, простите, да, по-русски это ладан, он имеет успокаивающий эффект, он очень хорошо влияет на наши клеточки, такой вот эффект антистарения имеет, помогает в нашем работе клеточек, помогает, про масло ладана вообще такое говорят, когда не знаешь, какое масло использовать в твоей проблеме, вот конкретной случившейся, возьми ладан, точно не прогадаешь, точно будет хорошо, это чудесное, чудесное масло, про него можно очень много рассказывать, но мы к следующему перейдем, вот, дайджи-зен, в Европе он теперь называется зен-джес, но это абсолютно та же самая смесь, которая помогает при расстройстве желудка, когда в кишечнике какие-то неполадки, тошнота, вот это морская болезнь, что-то такое, все это используется во время еды для помощи пищеварению, это вот та смесь, про которую я приводили пример, что можно ее использовать внутрь, когда что-то не в порядке у нас в желудочно-кишечном тракте. Дальше, виблу, я его называю своей волшебной палочкой, многие вот это, на картинке у нас масло, а есть еще вот такой кремик, в виде крема то же самое, но более удобно для нанесения, многие предпочитают такой способ, успокаивает, но больные мышцы, суставы снимает, болевой этот синдром облегчает жизнь, облегчает головную боль, действует, оно, у него свойство такое снимать воспаление внутри, и вот за счет этого очень хорошо помогает на самом деле, я не знаю ни одного человека, который бы сказал, что мне гидлу не помог, помогает, на самом деле, вот это такая вещь, которая помогает всем и точно. Пожалуйста, дальше, бриз, опять же, в Европе у него другое название, это эйр, это смесь эфирных масел для нашей респираторной системы, помогает облегчить дыхание и днем, и ночью, во время насморка, когда какие-то там, вот когда говорят, помогает очень хорошо от храпа, люди перестают храпеть, сама бы не пробовала, но вот есть такие отзывы, слышала, не один много слышала. Дальше, что у нас еще, еще у нас дикий апельсин, вот про который я тоже говорила, который заряжает энергией, бодрит, поднимает настроение, это апельсин, я думаю, все знают этот аромат, это апельсин, и этим все сказано. Дальше, дальше капайба, капайба, она по свойствам своим похожа на ладан, про который уже говорила, она успокаивает боль, помогает уснуть, успокаивает нервную систему, также ее под язычок хорошо капнуть с утра или вечером, вот видите, на картинке у нас и буковка А, и буковка Т, и буковка А, это значит, что можно и ароматически использовать, и наружно наносить на кожу, и внутрь принимать, вот такое, вот, теперь я попрошу вас где-нибудь себе на листочке запишите три свои проблемы со здоровьем, свои или своих близких, проблемы, которые вы хотели бы разрешить, может быть, вы сегодня уже слышали, какие масла вам могут помочь в этих проблемах, если еще не услышали, обратитесь к тому человеку, который вас пригласил сюда на класс, и вам помогут решить вот эти проблемы, подобрать подходящие масла, масла у нас в компании очень много, и про все рассказывать это просто будет целый день. Дальше, пожалуйста, вот еще расскажу про наши витамины, если вы хотите чувствовать себя на все сто, обратите на них внимание, это комплекс, комплекс долгожитель, в состав которого входит комплекс витаминов и минералов, это вот у нас на картиночке будет снизу микроплекс, комплекс витаминов и минералов на основе натуральных продуктов, рядышком бутылочка омега-жирные кислоты, омега-3, омега-6 и антиоксидантный комплекс для поддержки наших клеточек, несмотря на то, что компания Дотерра в основном производит эфирные масла, этот комплекс долгожитель это продукт номер один в нашей компании, вот там в уголочке видно, что 30-дневная гарантия дается, что это значит, это значит, что если вы купили комплекс долгожитель, вы его пропили и не почувствовали улучшение своего здоровья, то вы можете вернуть эти три пустые баночки в компанию и она вернет вам деньги, почему это так делается, потому что компания уверена в том, что это поможет чувствовать вам лучше, чувствовать себя лучше, и вот такая гарантия, я даже не знаю, где еще бывают такие вообще прецеденты, чтобы компания возвращала деньги за витамин, если они не помогли. Вот, и что я вам расскажу теперь, как можно приобрести наши масла, три способа есть, можно купить по розничной цене, это самый дорогой и невыгодный способ, поэтому никто из здесь присутствующих не будет его приобретать, масла приобретать таким способом, потому что это мы покупаем розницу при посещении спа, при посещении мануального терапевта, других каких-то вот таких специалистов и учреждений, второй способ, это уже покупка по оптовой цене, 25% скидкой, уже очень, 25%, согласитесь, это чувствуется, разница в цене, это очень хорошо, но есть еще лучше способ, это третий, по оптовой цене можно приобретать масла и плюс накапливать баллы, которые потом можно обменять на продукт, и получается, что вы покупаете еще ниже, по более низкой цене, и я покупаю, это единственный способ, каким я пользуюсь, как я приобретаю эфирные масла, об этом я еще расскажу немножко позже, вот, да, спасибо, следующий слайд, что мы можем сделать для вас, я и те, кто вас пригласил сюда на этот класс, мы вам можем предложить вступительный пакет с 25% скидкой, проведем вам wellness консультацию, присоединим вас к вип-группе для дальнейшего обучения и обеспечим постоянную поддержку, значит, мы всегда вам поможем, расскажем, проконсультируем, как использовать то или иное масло, что использовать в том или ином случае, вот, но мы же хотим, чтобы вы использовали не только там пару масел, там от акне, вот есть масло там от акне, чайное дерево, там масло от боли в суставах, наверняка вы уже вот слушаете, думаете, да, это даже еще интереснее, даже не ожидала, что столько всего может быть и компания Дотерра предлагает комплексный подход для решения своих проблем со здоровьем и поэтому она составляет наборы. покупка таких наборов всегда обходится дешевле, чем если вы будете покупать все эти продукты по отдельности. И вот у нас на картинке первый набор Natural Solution натуральное решение. Такой самый любимый мой набор, потому что здесь есть все, чтобы заменить вашу домашнюю аптечку натуральными средствами. Самые ходовые эфирные масла, вот как в основном те, про которые я уже говорила. Диффузор с 10-часовым действием, режимом он автоматически отключается. Тот самый комплекс долгожитель, пищеварительные ферменты, пробиотики, набор продуктов Fonguard, там вот видно, там есть и средства для стирки, и жидкое мыло есть, и вот всякие вот у меня тут есть зубная паста, тоже вот она такая, линейка Онгарт очень широкая, есть дезинфицирующие средства для рук уже готовые, есть Онгарт вот есть у меня не разбавленный, как на картинке, не разбавленный, который надо разбавлять, и есть уже в ролике разбавленный, готовый к употреблению, как я рассказывала, что деткам, пожилым людям лучше разбавлять, и еще много чего есть в линейке Онгарт, и что у нас еще в этом наборе, еще шампунь и бальзам для волос, крем для тела, очень такой замечательный набор, и он, покупка этого набора сэкономит вам, если так уже в долларах говорить, 228 долларов от розничной цены сэкономит этот набор, там, если в евро, где-то так, соответственно, в угли надо переводить уже, другой наборчик поменьше, Home Essential, тут он у нас чуть-чуть по-другому называется, но суть та же самая, домашняя аптечка, в нем 10 самых популярных масел, и диффузор с 4-х часовым режимом, тут масла все идут по 15 миллилитров, и очень популярный набор, очень часто регистрируются именно, с ним приобретают именно его, и еще третий есть наборчик, тут те же самые 10 масел, только они уже по 5 миллилитров, и уже, как видите, нету диффузора, он стоит, масла по 5 миллилитров, то есть получается в 3 раза меньше объем масел, но цена не в 3 раза меньше, цена будет уже больше, то есть тот предыдущий набор, про который я говорила, Home Essential, вот этот, он выгоднее получается, чем вот этот вот самый маленький. Вот так, и сейчас я думаю вам самое время послать сообщение человеку, который вас пригласил сюда, чтобы вам подробнее рассказали об этих наборах, еще и потому, что в разных странах немножко отличаются наборы Америка, Европа, Россия, есть разные наборчики, возможно, какой-то еще другой набор вам подойдет гораздо больше. И пока вы пишете сообщение, я хочу рассказать вам о трех типах людей, которые присутствуют на нашем классе. Первый тип людей вдохновляется возможностью узнать больше о натуральном подходе к здоровью. Они узнают о возможностях, лечебных возможностях эфирных масел, они могут дождаться, чтобы рассказать о всем этом своей семье. И Дотера поддерживает таких людей, предоставляя им ежемесячное обучение, бесплатное, как я уже рассказывала, обучаем, рассказываем, что, как использовать. Второй тип людей, которые во время класса сидят и думают, вот это я так сидела, когда я была на таком классе, как вы сейчас, сидела и думала, вот это моей маме масло нужно, а вот это моему мужу помогло бы, а вот это мне самой, а вот это еще подруге. И мне сразу хотелось всем этим делиться, рассказывать. Это люди, которые делятся и получают, в итоге получают свой продукт бесплатно, потому что им окупается то, что они, когда мы делимся с другими людьми, рассказываем, как эфирные масла могут помочь им, нам это окупается, мы получаем, в итоге получается, что наши покупки, то, что мы покупаем для себя, мы получаем бесплатно. И это мы называем натуральным уходом за здоровьем. И тысячи и тысячи людей во всем мире пользуются таким подходом. Есть еще третий тип людей, они сидят сейчас и думают, это то, чем я хочу заниматься, я хочу изменять жизнь людей к лучшему, хочу обучать их, научить их тоже оздоровительным возможностям эфирных масел. И такие люди могут достаточно зарабатывать, дополнить свой доход, плюс к тому доходу, который уже у них есть, получить дополнительный доход. И в какой-то момент этот дополнительный доход может стать выше, чем основной, и уже люди просто переходят уже полностью на доход от ДТР, и это приводит их к финансовой независимости. Поэтому напомню еще раз, если вам это интересно, если беседа вас затронула, свяжитесь с теми людьми, которые вас сюда пригласили. Вот, и у нас такая хорошая фраза есть для окончания нашего класса. Единственное, что удерживает вас от того, чего вы хотите, это ваша история о том, почему вы не можете это получить. Такое, в общем, мысль-то основная о том, это перевод с английского языка. Суть в том, что бывает нас просто что-то удерживает, ничего не мешает, кроме наших собственных мыслей, кроме наших собственных ограничений, о том, что я не могу, я боюсь, я там чего-нибудь там еще. Надо начать попробовать. Какие у вас есть вопросы, скажите, пожалуйста, задавайте. У нас есть отличное время для того, чтобы задавать вопросы, отвечать. Очень хорошо, у нас есть запасе время. Спрашивайте, пожалуйста, открывайте микрофончик и спрашивайте. Если есть возможность открыть микрофончик, то можно это сделать и задать вопросы. вопросы. Если вопросов нет, это уже хорошо, значит, все рассказано было понятно. Я бы хотела поблагодарить Гитану за прекрасную презентацию. Спасибо, Гитаночка. Спасибо всем, кто пришли сегодня. Как нам сказала Гитана, свяжитесь с теми, кто вас пригласил, если вам какой-то момент задел, то есть, если вы подумали, что да, вот это эфирное масло может мне или моей маме или моим друзьям помочь, обязательно свяжитесь с нами. Спасибо, Гитана, всем отлично. Спасибо вам, всем спасибо. Замечательно. А всем отличного здоровья. И приглашаем вас, можете приглашать своих знакомых, у нас такие классы выходят каждое воскресенье, спросите у них во сколько. А сегодня у нас еще после этого класса будет беседа о том, как можно использовать эфирное масло при болях в организме. То есть у нас вот такой цикл бесед прошел. Еще раз, Гитана, просто замечательно. Спасибо большое, до следующей встречи и до встречи через 20 минут на нашей последующей беседе. Всего доброго. До встречи, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.